История созидательного духа Тяньши. История шестнадцатая. Парад машин и крылатый символ. Когда колонна машин с фигурками крылатых золотых львов на капотах въехала на центральный проспект Чаньань в Пекине, горожане были сбиты с толку. Какой красивый автомобильный логотип! Восхищались они. Что это за марка? Охранники государственного гостевого дома Дяо Юй Тай, уже видевшие все известные автомобили в мире, шутили. Ух ты! Это, наверное, младшие сестры Роллс-Ройс. Так, 15 апреля 2000 года началась ежегодная международная конференция Тяньши в государственной резиденции Дяо Юй Тай в Пекине. Замечательная идея заменить логотип Мерседес-Бенц на символ корпорации, конечно, принадлежала ее создателю, господину Лидзи Ньюаню. На праздничный форум были приглашены послы 80 стран, бизнес-консультанты из сотни представительств Тяньши в КНР и за границей, а также председатель Международной ассоциации прямых продаж. Выступая на встрече, господин Лидзи Ньюань подчеркнул, что корпорация Тяньши выбрала трудный и извилистый путь к успеху. И как бы тяжела ни была дорога, мы будем двигаться к более высокой глобальной цели. Председатель Международной ассоциации прямых продаж также вышел на сцену и произнес страстную речь. Он подчеркнул, способность добиться огромного успеха за короткий период времени показывает, насколько удивительные люди работают в Тяньши. Китайский народ полон надежд и мечтаний. Компания Тяньши принадлежит не только Китаю, но и всему миру. Мечта компании Тяньши о здоровье человечества обязательно будет реализована. Конференция подарила людям большие надежды и вдохновения. А после ее завершения господин Лидзи Ньюань поехал в Большой зал народных собраний на Всемирный экономический форум. В экономическом форуме приняли участие 50 высших руководителей и генеральных директоров 500 крупнейших мировых компаний с разных континентов. Господин Лидзи Ньюань был единственным представителем от китайского частного предприятия. Он был тепло принят премьер-министром Вэнь Цзабау, о чем напоминает совместное фото.